Источник «Многофункциональную лабораторию наука» запустит к МКС осенью 2020 года. 22 мая 2019 года ТАСС Источник «Многофункциональную лабораторию наука» запустит к МКС осенью 2020 года. Ракета-носитель «Протон». Источник изображения – Михаил Джапаридзе, ТАСС. По словам собеседника агентства, для выведения модуля на орбиту планируется использовать ракету-носитель «Протон-М». Москва, 21 мая. Слежь ТАСС слежь. Многофункциональный лабораторный модуль, MLM, «Наука» будет запущен к МКС не ранее осени 2020 года. Об этом сообщил ТАСС Источник в ракетно-космической отрасли. Срок пуска MLM «Наука» – это конец октября-ноябрь 2020 года, не раньше, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что для выведения модуля на орбиту планируется использовать ракету-носитель «Протон-М». По словам источника, активная фаза работ по проекту началась 20 мая, соответствующее распоряжение подписано гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. В настоящее время «Наука» находится в центре им. Хруничева, уточнил источник. В октябре 2019 года после проведения ряда испытаний, в частности испытаний шести старых баков модуля и принятия решения менять их на новые или оставить, модуль отправит в ракетно-космическую корпорацию «Энергия». На июль 2020 года запланирована его доставка на Байконур. Другой источник в отрасли сообщил ТАСС, что все системы на МЛМу, многофункциональной лабораторной модулю совершенствованы примечания. ТАСС, в основном завершены либо находится на гарантийных сроках, то есть Роскосмос до конца 2020 года успевает запустить этот модуль к МКС. В конце февраля Дмитрий Рогозин рассказал о планах запустить МЛМ «Наука» летом 2020 года. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что на модуль поставят баки от разгонного блока «Фрегат». Эту информацию журналистам подтвердил гендиректор Госкорпорации. О модуле «Наука». Строительство модуля «Наука» началось еще в 1995 году. Его первоначально планировалось отправить на МКС как дубли Розарии, первый модуль станции, продолжает полет в ее составе, но старт неоднократно откладывался. В 2013 года «Науку» отправили в Центр им. Хруничева. Как уточнялось, такое решение было принято из-за обнаруженной металлической стружки в его топливной системе. МЛМ способен вырабатывать кислород на 6 человек, регенерировать воду из ирины. С наукой российские космонавты должны получить второй туалет, первый находится в модуле «Звезда», каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор «Эра», который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Право на данный материал принадлежат ТАСС-материал размещен правообладателем в открытом доступе.